Всем привет! Это новости спорта in Poland. Сегодня поговорим о состоявшемся поединке Украины и Польши в Хожове, проигранном матче поляков с итальянцами, ну и затронем другие события из мирового спорта. Сборная Украины уступила сборной Польши в Хожове. Сборная Польши под руководством Ежебженчика довольно странное явление. Вроде есть результат, а вроде чего-то не хватает. Стиль игры команды вызывает определенные вопросы к селекционеру кадры. Во многих поединках Польша откровенно везет, а очки добываются не благодаря, а вопреки. Нечто подобное случилось и в поединке с Украиной. Украина смотрелась лучше и заслужила как минимум ничью на шленском стадионе. В первом тайме у нашей сборной было множество опасных моментов, которые беспощадно поролись игроками в синих футболках. В начале встречи Андрея Ярмоленко грубо вступил в своей штрафной Павел Бахневич из Херенвена, но сам пострадавший с 11 метров лишь сотряс штангу. Украинцы контролировали игру, а нападающие поляков Кшиштоф Пионт и Каркадий Шмилек находились на голодном пайке. Так было до самой концовки тайма, пока Андрей Лунин не решил закосплеять Мануэра Нойра. Знаете эту шутку за неповторимый оригинал и неудачную пародию? Вот это как раз тот случай. Если серьезно, то Лунина искренне жаль. Он и так не имеет стабильного игрового времени в мадридском реале и национальной команде, а тут еще и напортачил. Вратарь выскочил из ворот к боковой линии, пытаясь выбить мяч в аут, но вместо этого лишь позволил Пётру Зелинске отпасовать на Пьонтыка, который поразил пустые ворота. Самое обидное то, что в параллельном курсах к мячу бежал Николай Матвиенко, а также двое других футболистов. Так что этот эпизод не требовал столь отчаянного вмешательства нашего вратаря. И такое бывает. Все когда-то ошибаются. Андрей Шевченко после игры сказал, что эта фиаско никоим образом не повлияет на позиции молодого кипера в сборной. Посмотрим. Во втором тайме наблюдалась похожая картина, однако и поляки совершили парочку опасных выпадов в сторону вражеских ворот, да еще и забили второй мяч. В прошлом выпуске я уже упоминал экс-игрока врославского шленска Пшемыслава Плахету, которого считаю одним из главных молодых талантов в польском футболе прямо сейчас. Игра полузащитника во встрече с Украиной настолько понравилась главному тренеру кадр Ежи Бженчику, что он не отпустил игрока в стан молодежной сборной, а взял его с собой на игры против Италии и Голландии. Так вот к чему я это? Плахета сделал ассист на еще одну будущую звездочку, Якуба Модера из позданского леха, который добил мяч в сетку после собственного удара головой в штангу. 0-2, за которой не стыдно. Тем не менее, я не разделяю большинство шапкозакитательских настроений и предлагаю слегка пожурить нашу сборную за плохую реализацию моментов. Из сомноподобных возможностей необходимо реализовывать хотя бы парочку. А так все в порядке. Сборная Польши уступила сборной Италии с отсчетом 0-2, тем самым практически потеряв шансы на первое место в группе Лиги Наций. В октябрьском поединке с итальянцами в Гданске, который завершился нулевой ничью, Польша откровенно отскочила. Команда Роберто Манчини нанесла в 5 раз больше ударов поворотом, чем соперник, но плохо распорядилась своими моментами. Италия доминировала по всей ширине газона. Чтобы это понять, кто достаточно взглянул на тепловые карты, а также на тот факт, что все 11 игроков склады Радзуры, появившиеся в старте, за исключением Леонардо Бануччи, Франческо Ачерби и Джанлуиджи Донорума, совершили хотя бы по одному отбору мяча. В той встрече 56% ударов итальянцев пришлись на штрафную площадь или вратарскую. У поляков этот показатель равнялся 67%, пусть они нанесли их поменьше, чем соперник. А в этом поединке у хозяев было 68% ударов из пределов штрафной. Не столь существенная разница, скажете вы. А как еще следующего факта? Из 19 выстрелов поворотом поляков, сразу 12 были нанесены из пределов штрафной. 8 из них были заблокированы, а 4 долетели в створ. Войсер Сченсны сделал как минимум 2 невероятных сейва. А что же Польша? Команда Ежи Бженчика сподобилась лишь на 2 удара, не в створ, а всего. Причем один из них был нанесен практически с линии центрального круга. Кстати, его выполнил Роберт Ливандовский, что тоже весьма красноречиво отображает беспомощность кадра в этом матче. Когда везение не маскирует твои недостатки, случаются подобные поединки. Хотя не так. Польше все-таки повезло. В том, что она не пропустила больше. Хотя могла. Помимо реализованного ожуржения пенальти и гола в ближний угол Доминика Берарди, у итальянцев было еще парочка убойных моментов. В эпизоде с голом Берарди вовсе какая-то неразбериха. Шесть футболистов в красных футболках занимаются опека Лоренцо Инсини и Николо Бореллы. Причем Борелла классно стягивает над себя с уже двух футболистов, тем самым освобождая пространство для рывка Берарди, которого никто не встречает и позволяет ему нанести удар. Для Николо это рутинная работа в Интере. Кроме того, сборная Польши – это яркий пример безграмотного использования интенсивного прессинга. По ППДА Поляки идут на четвертом месте после Испании, Голландии и Италии. А где результат? Тренерское кресло подъезжает Брянчиком, шатается все сильнее. И видимо это крайняя точка. О чем говорить, если на вопрос польского журналиста о плане на игру Роберт Ливандовский отвечает несколько секундным молчанием? Вот таким образом Италия отдаёт уверенную победу и вскарапкивается на первое место в своем квартете. Сегодня Польша сыграет решающий поединок с Голландией, но несмотря на любой исход, все равно останется в элитном дивизионе Лиги Наций, так как боснийцы уступили в Амстердаме. Поводов для оптимизма тут немного. С такой игрой там делать нечего. Баскетбольный Шленск-Фрослав одолел Варшавскую Легию 73-68 на своем паркете. Два первых сета прошли наравне, а Легия имела лишь минимальное преимущество в счете. Все изменилось в третьей квартете, когда врославяне сумели нивелировать очковое отставание. А в четвертом сете и вовсе довести дело до дополнительного времени, в котором они добыли победу с результатом 10-5. Наиболее результативными в этот вечер в составе хозяев были Александр Джева 22 пункта и Алия Стюар 19 пунктов. Таким образом, Шленск карабкался на пятую строчку с 20 очками в активе. Легионисты же уступили первую позицию, на которой расположился Трэффл из Сопота. Заглэмби Любин уступила Гурнику Забжа в матче гандбольной Суперлиги. Команда из Любина активнее стартовала и в какое-то время вела в счете. Однако затем Гурник вышел вперед 9-6. Но немного погодя, на табло уже было зафиксировано ничья 9-9. Несмотря на это, Гурники ушли на перерыве 12-11. В первой половине встречи маятникам укачнутся как в одну, так и в другую сторону. Но добытое преимущество, которое гости развили в финальном раунде, не помогло Любьянам зацепиться за хоть какие-то очки. Ну и напоследок, коротко о других спортивных событиях в мире. Сборная Украины уступила Германии с счетом 1-3 в матче Лиги наций. Роман Еремчук сумел открыть счет, но затем Лерой Санай и Тима Вернер добыли волевую победу для Маншафт. Наша сборная не выглядела плохо, трижды проверив на прочность штанги по ходу матча. Очень досадная оплошность, но и качество игры было на высоком уровне. Финальный поединок в политном дивизионе против Швейцарии Украина должна была провести в день записи это видео, однако он был отменен из-за пандемии коронавируса в стане нашей национальной команды. Новак Джохович победил Диего Шварцмана в стартовом матче итогового чемпионата ATP в Лондоне 6-3-6-2. Это уже 12-й раз в подряд, когда легендарный серфик Теннисис начинает данный турнир с победы. Последняя фиаско случилась еще в далеком 2007 году. Один из лидеров Лос-Анджелес Лейкерс, Кентавиус Колдуэл Поп, отказался от продления контракта и вышел на рынок свободных агентов. Некоторые клубы НБА уже проявили интерес к игроку. Реванш Федора Емельяненко и Фабрисио Вердума не состоится. По словам Вердума, ему не удалось договориться с Беллатор об условиях контракта на этот бой. В 2010 году бразилийц сумел одолеть своего оппонента в первом раунде благодаря удушающему приему. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю подписываться на канал, ставить лайки. Ну и увидимся вскоре. Продолжение следует...